Аркхам ТВ представляет Итак, мы продолжаем. Думаю, я не дам вам еще одного перерыва, я не в настроении. Договорились? Итак, идем дальше. Мы дошли до шестой части. Перед тем, как начать, я хотел бы вкратце поговорить о том, что мы уже прошли. Во вступлении мы говорили про Коран, также про людей, которые отказались прислушиваться к нему. Вторая часть была посвящена… Я забыл. Честно, я забыл. О какой истории мы говорили? Вы помните ее? Это была история о небольшом городке и трех посланниках, а также о том одиноком верующем. О чем была третья часть? О мире, окружающем нас, о том, как мы должны относиться ко всему, что вокруг нас. Далее, четвертая часть была посвящена людям, которые просто отказывались размышлять. О чем была пятая часть? Предостережения? Сколько видов предостережений мы находим в Коране? Три? Какие они? И в середине этого разговора мы упомянули некоторые потрясающие описания рая. Это было вставлено между предостережениями. Затем эта часть подошла к концу. Теперь мы дошли до шестой части. Вы можете назвать ее заключительной частью. И в этой заключительной части Аллах, по сути, повторяет все основные темы, которые были упомянуты в предыдущих темах. Так или иначе, все пройденные нами темы будут повторены. И сегодня вы выйдете из этого зала, хорошо усвоив все эти ценные наставления, уроки и принципы, которые Аллах вложил в эту прекрасную суру. Итак, начнем. Всевышний Аллах говорит «Мы не учили его, Мухаммада, поэзии, и не подобает ему это». Не для него это занятие. «Это не что иное, как напоминание и совершенно ясный Коран». Итак, Коран – это не творчество человека, не творчество поэта. Это не что иное, как совершенно ясное напоминание. Скажите, повторением чего являются эти слова? В какой части уже говорилось об этом? Клянусь мудрым Кораном. «Воистину, ты один из посланников, о Мухаммад, на прямом пути. Он не спослан могущественным, милосердным». Это начало суры, так ведь? Однако теперь Аллах говорит, что он не обучал пророка, мир ему и благословение, поэзии. Мы скажем пару слов об отношении пророка к поэзии. Мы знаем, что пророк, мир ему и благословение, не знал поэзии. Однако он любил ее. Он на самом деле любил поэзию. И у него были сподвижники, которые разбирались в ней, которые были знатоками поэзии. С чем пророк, мир ему и благословение, сравнивается в этой суре? И с чем сравнивались сподвижники? С солнцем и луной? Помните ли вы слова Аллаха, что солнцу не подобает догонять луну? Помните? Употреблено слово «ля ямбаги» – «не подобает». И единственный раз, когда это слово появляется, это аят, мы не учили его, Мухаммада, поэзии. И не подобает ему это. Итак, слово «не подобает» использовано лишь дважды. Первый раз, когда речь шла о солнце, второй раз, когда говорится о пророке, мир ему и благословение. Субханаллах. Здесь мы тоже видим сопоставление. Да, мы и так знали о сравнении пророка с солнцем, но теперь это уже наглядно видно из слов аята. Таким образом, из этого прекрасного утверждения «мы не учили его поэзии, и не подобает ему это», мы понимаем вот что. То, что подобает солнцу, не подобает луне. То есть, то, что подходит для пророка, мир ему и благословение, не подходит сподвижникам. Пророк, мир ему и благословение, совершенно не владел искусством поэзии. Аллах не наделил его этим. Однако некоторые из подвижники были знатоками поэзии, и пророк любил слушать их стихи. Мне запомнилась одна история, поскольку в ней как раз упоминается наш аят. Было время, когда пророк, мир ему и благословение, пытался выучить какие-то стихи. Он не мог сочинять их, но он пытался их заучивать. Вообще-то, это одно из качеств пророка, мир ему и благословение, которое я вспоминаю при общении со своим отцом. Мой отец любит поэзию, но у него ужасная память на стихотворение. Он не может запомнить ничего из стихов. Он знает наизусть лишь одно стихотворение, которое рассказывает мне каждый раз. И что мне нравится в нем, так это то, что каждый раз он уверен, что я буду в неописуемом восторге от его прочтения. Прочесть вам это стихотворение? Хорошо. Вообще-то оно на урду. Заранее извиняюсь. Кто не знает урду, может читать истихфар или еще что-нибудь. Вот как он читает. И все на этом. Затем он чмокает и хихикает от восторга. А я такой. Примерно таким было положение пророка, мир ему и благословение. Он просто не мог запомнить что-либо из поэзии. И вот однажды произошла такая история. В одной из битв участвовал один новообращенный мусульманин, который в прошлом был предводителем племени. Мы с вами знаем, что быть лидером племени в доисламский период, это очень многое значило. Если племя участвует в войне и побеждает, кто получает наибольшую долю? Глава племени. Но сейчас он стал просто одним из мусульман. И когда простой мусульманин участвует в битве, сколько он получает? Столько же, сколько и все. Получается, что раньше ему доставалась львиная доля трофеев, а теперь он получит ровно столько, сколько и остальные. И он, этот глава племени, почувствовал себя оскорбленным. Хоть он и стал мусульманином, тем не менее, его это задело. Настолько, что он даже сочнил стихотворение о том, как он был унижен. Смысл его стихов был примерно таков. Я был унижен среди племен Аль-Акра и Уййййна. Это два названия его племен. Он хочет сказать, что его репутация была растоптана из-за ислама. А поскольку он был очень хорош в поэзии, его стихи быстро распространились. Мусульмане стали слушать эти строки, и это начало немного подрывать их боевой настрой. Моральный дух войска. И когда это дошло до пророка, мир ему и благословение, он сказал, дайте ему то, что он хочет, лишь бы он замолчал, поскольку это могло нанести реальный вред армии. Спустя несколько лет пророк, мир ему и благословение, вновь увидел этого человека. В первый раз он не видел его в лицо, но во второй раз он все-таки увидел его. Пророк, мир ему и благословение, говорит ему, постой, это не ты сочнил те стихи? И затем пророк, мир ему и благословение, попытался повторить то стихотворение. И вместо Аль-Акра и Уйййна, он сказал Уйййна и Аль-Акра. То есть, он поменял местами название племен. Скажите, это имеет большое значение в поэзии? Конечно, поскольку таким образом может нарушиться стихотворная рифма. Ведь главное в поэзии – это все-таки стиль, а не послание. В тот момент Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был рядом с пророком, мир ему и благословение. А мы знаем, что Абу Бакр был очень хорош в поэзии. И вот он еле заметно коснулся пророка и говорит, о посланник Аллаха, надо говорить между аль-Акра и уйейна, а не уйейна и аль-Акра. Пророк, мир ему и благословение, говорит, а какая разница? Надеюсь, вы не скажете какому-нибудь поэту, а какая разница? И тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, мир ему и благословение. Воистину, правду сказал Аллах. Мы не учили его, Мухаммада, поэзии и не подобает ему это. Итак, Аллах не обучил пророка, мир ему и благословение, поэзии, и не подобает ему это дело. Поскольку у него не было времени заниматься подобными вещами, его миссией было проповедовать людям мудрый Коран, речь несравнимо более серьезную и глубокую, чем поэзия. У него просто не было времени на это. И затем Аллах говорит, это не что иное, как напоминание. Знаете, это очень мощное утверждение. Одно из самых универсальных определений Корана – это то, что он является напоминанием. А суть напоминания в том, что оно постоянно должно повторяться. И Аллах говорит в Коране, что напоминание приносит пользу сердцам. Воистину, напоминанием Аллаха успокаиваются сердца. Значит, поминание Аллаха, дзикр, приносит пользу сердцам. В другом аяте Всевышний говорит, «Не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему поминанию». Итак, в первую очередь, Коран – это напоминание, которое должно повлиять на наши сердца. Однако Аллах говорит, это не что иное, как напоминание и ясный Коран. Это ясный Коран. Мы знаем, что ясность бывает не в сердце, она относится к разуму. Получается, что чтение Корана является духовным и в то же самое время умственным действием. Помните слова посланников? На нас возложена только ясная передача откровения. Эта идея вновь повторяется в аяте. Это не что иное, как напоминание и ясный Коран. Далее Аллах говорит, чтобы Он, Коран, предостерегал тех, кто жив. Очевидно, что Коран был неспослан для тех, кто жив. Итак, мы повторяем то, о чем было сказано в первой части. В первой части Аллах сказал нам, мы оживляем мертвых. Помните? И одним из значений этого аята было то, что Аллах оживляет также и мертвые сердца. И вот теперь Аллах говорит, что Он неспослал Коран, чтобы тот предостерег людей, в чьих сердцах есть еще немного света, в чьих сердцах еще осталось благое. «И чтобы слово, то есть истина, проявилось относительно неверующих». Кстати, эта фраза «И чтобы сбылось слово относительно неверующих» уже приходила раньше, в самом начале Всевышний сказал, относительно большинства из них сбылось слово, и они не уверуют. И теперь Аллах снова повторяет ее, но уже в конце. У выражения «Чтобы сбылось слово» есть и другое значение. Я объясню вам его. Когда вы заслуживаете наказание за что-либо, к примеру, я скажу своему сыну, Валиду, «Я накажу тебя. Я заберу все твои детали лего, если ты прямо сейчас не пойдешь наверх». И он не пойдет наверх. Тогда я возьму его игрушки и скажу ему, «Относительно тебя сбылось слово». Говоря проще, это когда предостережение становится реальностью. Получается, выражение «Сбылось слово» означает не только то, что для кого-то прояснилась истина. Оно также означает, что они заслужили то наказание, от которого их предостерегали. Таким образом, неверующим станет ясно, что это абсолютная истина. И также им станет ясно, что они заслуживают наихудшего наказания. Возникает вопрос. Аллах уже описал наказание в этой суре, не так ли? Она началась с того, что они, неверующие, были ограждены от всех путей, ведущих к истине. В результате этого они стали народом, который подвергся разрушению, что приведет их к Судному дню, что в свою очередь приведет их в ад. «Неужели они не видят то, что мы сотворили для них своими руками?» Это очень похоже на аят «Неужели они не видят то, что мы сделали для них?» В какой части об этом говорилось? Это была третья часть. Мир вокруг нас. И в этот раз Аллах говорит, «Неужели они не видят, что из того, что совершили наши руки, мы сами, мы создали для них скот, и что они им владеют». Помните? В тот раз Аллах говорил о фруктах, о зернах, вещах, которые мы едим, о садах, финиковых пальмах. А теперь Аллах говорит о домашнем скоте, о том, как домашний скот стал подчинен нам, о том, как он стал служить нам. Знаете, Аллах в Коране часто говорит о животных, над которыми у нас есть власть. Это лошади, коровы, верблюды. И на это есть причина. И в этом также кроется духовный урок для нас. Он заключается в том, что мы имеем власть над животными, которые являются смиренными по своей натуре. И мы бы не потерпели, если бы они стали бунтовать. Если ваша лошадь начнет выходить из-под контроля, что вы сделаете? Вы усмирите ее. Если ваша корова прекратит давать вам молоко, она превратится в шашлык, так ведь? Итак, когда животное, которым вы владеете, перестает выполнять свою работу, вы тут же его наказываете. Аллах как бы говорит нам, разве это не должно быть уроком для вас, люди? Если вы не выполняете своей работы, то почему вы думаете, что я не вправе подвергнуть вас наказанию? Поэтому Аллах и говорит, неужели они не видят, что мы создали для них скот, и что они им владеют? Далее он говорит, и мы сделали этот скот подвластным им. Это важно упомянуть. Ведь если скот становится смиренным перед вами, как же вы можете не проявлять смиренность перед Аллахом? На некоторых из этих животных вы ездите верхом. Ранее мы уже говорили о транспортных средствах, не так ли? Какие два вида транспорта Аллах упомянул? Аллах упомянул корабли, еще он говорил о верблюдах, на которых передвигаются люди. Еще было сказано о видах транспорта, о которых люди еще понятия не имеют. На одних они ездят верхом, а другими питаются. Некоторых животных мы употребляем в пищу. Еще один признак судного дня и нашего унижения, который мы кладем себе в рот. И далее, они приносят им пользу и питье. Все эти животные приносят людям всевозможные блага. Они могут укрыться посредством них, могут согреться посредством их шкуры, использовать их кости для каких-то целей. Также люди получают от них питье. Неужели они не будут благодарны? Заметьте, в прошлый раз, когда речь шла о благодарности, Аллах говорил о еде, а в этот раз Он говорит о питье. Помните, ранее Он говорил о фруктах, которые мы едим? А теперь Аллах дополняет рацион, говоря о том, что мы пьем. Таким образом, идея благодарности становится законченной. Но они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что те окажут им помощь. Еще один упрек в их адрес. Сначала Аллах говорит им, почему бы вам не посмотреть на знамения прямо перед вами? А теперь Он непосредственно переходит к их преступлениям. И их преступления подобны тем, что были совершены прежними народами, о чем мы уже говорили во второй части, когда рассказывали об уроках из истории, когда люди надеялись на заступничество своих богов. И сейчас Аллах говорит, они поклоняются вместо Аллаха другим богам в надежде на то, что они окажут им помощь. Разве им не было сказано «остерегайтесь, используя должным образом свой разум, остерегайтесь того, что перед вами и того, что за вами, а не посредством ложных богов». «Почему вы ищете помощи и защиты у ложных богов?» «Эти боги совершенно никак не могут помочь им, они не способны оказать им какую-либо помощь, хотя они являются для них готовым войском». Другими словами, Аллах рисует картину судного дня, когда все эти многобожники, люди, поклонявшиеся идолам, ложным богам, будут стоять там, и все их идолы тоже будут стоять там. И люди такие, «Постойте, и ты здесь? Ты же должен быть среди VIP персон и заступаться за меня. Почему ты здесь? Друг, я был всего лишь идолом, и сегодня я буду сожжен в огне. Я стану топливом для огня, что уготован тебе». Ведь Аллах сказал, «Бойтесь огня, топливом для которого станут люди и камни, именно те камни, из которых были сделаны эти идолы. Сами идолы будут в замешательстве, понимая, что их положение плохо». «Пусть не печалят тебя их речи, то, что они говорят». Кого имеет в виду Аллах? Так Аллах утешает пророка, мир ему и благословение. В какой части мы уже видели утешение, адресованное пророку, мир ему и благословение? В первой части, «Воистину ты один из посланников, идущих по прямому пути». Аллах еще раз утешает пророка. И еще во второй части посланники говорят, «Наш Господь знает, что мы являемся посланцами к вам». Этим они хотят сказать, что они чувствуют поддержку от Аллаха. Они не нуждаются в признании от неверующих. И теперь Аллах утешает пророка, говоря, «Пусть не печалит тебя то, что они говорят». Мы знаем, что они скрывают, и то, что они обнаруживают, что они говорят открыто. Это также является повторением, поскольку глубоко в их сердцах им уже прояснилась истина. Так ведь? Аллах сказал, относительно большинства из них сбылось слово. И поэтому сейчас Аллах говорит, «Я знаю, что они скрывают, я также знаю о той лжи, которую они говорят открыто». Далее Аллах говорит, «Неужели человек не видит?» Сначала давайте вспомним, почему они отвергли послание. Почему они, зная, что это истина, скрывают ее? Все из-за гордыни, не так ли? И в этом аяте Аллах разносит их гордыню в пух и прах, говоря, «Неужели человек не видит, что мы сотворили его из капли из презренной жидкости? И вот он снова и снова припирается, причем открыто и нагло. Да кем он себя возомнил вообще? Помните, в начале сурок Курайшитам дали понять, кем вы себя возомнили? И теперь Аллах говорит о человеке в общем. Кем ты себя возомнил? Ты был создан из капли нечистой, но вот ты вырос, окреп, и теперь ты стал открыто припираться? Знаете, мы используем этот подход с нашими детьми, когда они становятся шумными. Вау, я смотрю, ты стал взрослым, Маша Аллах. Вам это знакомо? Также Аллах обращается и к Курайшитам. Оу, вы выросли, окрепли, и теперь вы хотите спорить относительно Аллаха, не так ли? Хорошо, посмотрим, на что вы способны. Поэтому Всевышний говорит, и вот ни с того, ни с сего он начал припираться. Это не первый раз, когда Аллах говорит о припирательствах. До этого Он сказал, им нечего ожидать, кроме одного только глаза, который поразит их в тот момент, когда они будут припираться. И теперь Аллах говорит, вы считаете, что у вас есть основания припираться? Вы думаете, что и дальше будете проявлять дерзость? Итак, а о чем, собственно, были их припирательства? Аллах говорит, Он привел нам всевозможные примеры. Начал приводить какие-то умозаключения, ничем не обоснованные. Что, кстати, они уже делали в этой суре? Помните? Неужели мы должны кормить тех, кого Аллах накормил бы, если пожелал? Они выдвигают предположения относительно Аллаха, видите? Аллах говорит, Он приводит нам всевозможные теории, догадки, и при этом этот человек забыл о своем собственном сотворении. У него хватает дерзости сказать, кто сможет оживить кости, когда они уже истлели. Слово «римма» переводится как «грязь», истлевшая субстанция. Этот наглец говорит, посмотри на эти истлевшие кости, кто сможет оживить их, тем самым сомневаясь в могуществе Аллаха. Это высшая степень гордыни. Он забыл, из чего он сам был сотворен, из вещества более презренного, чем грязь. Скажи, кто дал им жизнь в первый раз, тот оживит их и снова. Скажите, то, что Аллах оживит мертвых, является новой идеей, или об этом уже говорилось в суре? Снова идет повторение. Он ведает о всяком творении. Он полностью ведает обо всех видах творений. Одно это утверждение является повторением всей третьей части, в которой говорилось обо всех знамениях, созданных Аллахом. Там говорилось о том, что люди не могут сделать своими руками, о том, что они едят, о животных, которые подчинены им. Это просто эпические слова. Он создал из зеленого дерева огонь для вас. И теперь вы разжигаете огонь от него. В этой суре уже было упоминание о деревьях, не так ли? Кто помнит, о каких деревьях говорилось ранее? О пальмовых деревьях. Пальмовые деревья были напоминанием чего? Райских садов. А это дерево используется для добывания огня, который является напоминанием чего? Ада. Разве это не потрясающе? Аллах дважды упоминает о деревьях. В первый раз они заставляют нас вспоминать о рае, а во второй раз мы вспоминаем об адском огне. Но то, что Аллах сказал про огонь, это нечто потрясающее. Он говорит, что он способен сделать так, что совершенно зеленое дерево превратится в огонь. Однако оно не сможет превратиться в огонь само по себе. Фрукты созревают сами по себе. Красота природы появляется сама по себе. Но огонь не появляется сам по себе. Вы сами должны разжечь его. Вы должны взять это идеально зеленое дерево и добыть с его помощью огонь. Что Аллах хочет этим сказать? То, что путь в рай является естественным. Но вы же прилагаете все усилия, чтобы разрушить природу, которую Аллах создал для вас. И сами прокладываете себе путь в ад. Аллах не повел вас в ад. Вы сами проложили себе дорогу туда. И теперь вы разжигаете огонь от него. Это что-то невероятное. Какая же точная аналогия? И теперь вы уже совсем по-другому будете смотреть на деревья. Не так ли? Таким образом, то, что было сказано в начале, приобретает логическое завершение в конце. И далее Аллах говорит. Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не способен создать подобных им? Конечно. Ведь он тот, кто творит снова и снова, и кто знает обо всем. Обратите внимание, Аллах говорит. Тот, кто сотворил небеса и землю. Сколько всего небес? Семь. На скольких небесах вы были? Вы были на первом? Ну, если вы летали на самолетах, то можно сказать, вы были на первом небе. Можем ли мы увидеть семь небес? Знаем ли мы, где кончается первое и начинается второе? Нет. Это сокровенное знание. Аллах тот, кто сотворил сокровенное и видимое. Так ведь? Небеса, в большей части, скрыты от нас. А земля – это видимое творение. Аллах тот, кто сотворил невидимые и видимые миры. И каждый раз, когда Он создает что-то видимое, Он заставляет вас задуматься о чем-то невидимом и сокровенном. Аллах – Творец небес и земли. Неужели вы думаете, что Он не способен вновь сотворить вас? Только потому, что вы так поглощены видимым, вы стали сомневаться в Его могуществе творить сокровенное. Конечно, ведь Он – Тот, кто творит снова и снова и обладает абсолютным знанием. Когда бы Он не принял решение совершить что-то, то стоит Ему сказать «Будь». Как это сбывается. Вы знаете, о чем этот аят? Ранее Аллах сказал, что Ему не составляет труда уничтожить неверующий народ. Произойдет лишь один взрыв, и с ними будет покончено. Теперь Аллах говорит, что еще более легким делом для Него является вновь воскресить вас. Все, что Ему потребуется, это сказать лишь одно слово – «Будь», и вы снова оживете. Аллах как бы говорит, вы думаете, Я не смогу заново создать вас? Это так же легко, как произнести одно простое слово. Слово Аллаха Кун приносит жизнь. В этом аяте слово Кун порождает жизнь. Так ведь? Что в свою очередь поразительно, потому что Коран, который также является словом Аллаха, оживляет мертвые сердца. Итак, мы видим два разных измерения слова Аллаха, которые представлены в этих аятах. И теперь, чтобы вы осознали эту мощь в сотворении жизни, мощь в сочетании скрытого и видимого. Кстати, каждый раз, когда мы находим сочетание, мы знаем, что Аллах сотворил все парами. Аллах говорит, что единственный, кто не обладает парой – это Он. Аллах слишком совершенен для того, чтобы иметь пару. И завершается эта сура аятом. Причист тот, в чьей руке власть над всякой вещью. Он обладает абсолютно всем. Кстати, это тоже является повторением, поскольку ранее говорилось, что мы имеем власть над домашним скотом. И в последнем аяте Аллах как бы говорит, вы абсолютно ничем не владеете. Аллах владеет всем сущим. И затем Аллах говорит, «И к нему вы будете возвращены». Итак, мы все будем возвращены. И это, по сути, тоже является повторением. Помните верующего, который был убит? Помните, что он сказал? «И почему бы мне не поклоняться тому, кто сотворил меня, и к кому вы будете возвращены?» Но когда он сказал это, неверующие убили его. А теперь сам Аллах как бы говорит, «Вот что я вам скажу. Вы все будете возвращены ко мне, и посмотрим, что вы сможете сделать с этим». Раньше за эти слова вы убивали моих рабов. Теперь я сам говорю вам это. Новый. Субтитры сделал DimaTorzok